На далеком западном крае неба Единица Иступленно метались белые молнии Метались Молнии Пока остановимся Вот полюбуйтесь Нам предлагают поставить запятую в единицы Хотя здесь Вот здесь нет основы И нет даже союза Здесь просто вообще ничего нет У нас есть Вот основа Молнии что делали? Витались Здесь основы нет Союза между ними нет Который бы спровоцировал нас Накосячить и поставить здесь неправильный знак Нет Здесь просто есть указание на Подлежащее сказуемое И время Вернее место Где эти молнии метались Такие предложения встречаются нередко в заданиях номер двадцать Где вас иногда пытаются спровоцировать Поставить знак Чисто вот в такой ситуации Нам вначале говорят где Или когда что-то происходило Просто указание на место или на время Без основы, без чего-то А вот теперь пишем Говорим мне Признаемся Кто допускает такие ошибки Ну, например В предложенном для анализа тексте Запятая Автор делает то-то Или В тысяча девятьсот девяносто первом году Запятая Родился такой-то, такой-то Или Двадцать первого января В семнадцать часов Запятая Мы пошли туда-то То есть Я вижу такие ошибки вообще постоянно Они меня очень расстраивают Потому что Я знаю по какой причине Вы ставите там знаки Вам Интонация внутри головы подсказывает Так вот И здесь вас будут пытаться На таком подловить И именно для этого Нам нужен алгоритм Мы находим основы Вот товарищ Зубков Максим Зубков Дорогой ты мой Человек приезжал в наш лагерь Летний И написал мне целую гору сочинений В каждом из которых Здрасте Светлана Николаевна В каждом из которых Было вот Не один раз Такое добро Ну что ж Продолжим Никита И про тебя мы это знаем И хотя Гроза не собиралась двигаться в нашу сторону Здесь у нас стоит двойка Здесь у нас стоит и Здесь у нас стоит тройка Здесь у нас стоит хотя Обычная ситуация Цифра Союз Цифра Союз Здесь была цифра Союза не было Ну в единице все точно нет Точно нет знака И хотя Гроза не собиралась двигаться в нашу сторону Двигаться в нашу сторону Четверка все же что-то тревожное было в этом таинственном ожидании природы Четверка и Четверка и Четверка и Что-то Тревожное было Точка Дописывать не буду Выделяю основы. Молнии метались, это мы видели. Гроза не собиралась двигаться, это мы видели. Что-то тревожное было, что-то было. Итак, помните, я вам говорила, когда у вас 4 цифры и 4 основы, это очень удобно. Это значит предложение стандартного типа, скорее всего. Здесь у нас 3 основы, но при этом цифр тоже 3, потому что первая была вот эта вот фейковая, обманная, которая хочет вас запутать. Давайте поймем, в какой цифре мы должны поставить запятую в первую очередь, потому что это очень очевидно. Конечно же в четверке. У нас гроза не собиралась двигаться, что-то было. Просто две основы, между которыми даже нет союза. Ни стыка, ни союза и, ничего. Просто две основы. Если есть просто две основы и между ними цифра, вы сразу же бежите и ставите запятую. Без всяких сомнений. Пожалуйста, никогда в этом не сомневайтесь. Я почему на этом так акцентирую внимание, потому что иногда, уже когда дети знают все правила и все неплохо выполняют, они все равно вот такие запятые забывают ставить. Знаете почему? Потому что здесь просто отсутствуют всякие условия. Здесь никакое правило не работает, кроме как разделить две основы. Мы их разделили. Теперь нам нужно понять. И это последняя проблема, с которой мы сталкиваемся. Проблема номер три. Роль сочинительного союза. Если что, я сейчас про союз И. Вот он, красавчик. Скажу прямо, нам далеко не всегда придется ставить перед ним запятую. Помните, что я вам говорила? Вот здесь. Почему мы поставили запятую в единице? Потому что первое предложение закончилось. Как мы поняли, что первое предложение закончилось? У нас дальше везде каждый раз были новые основы. Всего их было четыре. Так. Но здесь-то просто. Здесь союз что? Никаких сомнений. А здесь у нас союз И. А его функции гораздо шире, чем у союза что? Союз И может соединять, допустим, какие-то однородные. Ну или он может соединять разные предложения. Так вот. Если предложение, которое идет до союза И. Вот это. На далеком, ла-ла-ла-ла, край неба метались молнии. Если это предложение, которое идет до союза, закончилось, то мы запятую ставим. А как мы поймем, что оно закончилось? Дальше будут новые основы. Еще раз. У нас есть какое-то предложение. Дальше идет союз И. Мы думаем. У нас есть одна из таких проблем. Мы должны о них всегда помнить. Я почему их отдельно выписала? Потому что если вы не будете помнить о них и прокручивать их в голове, то вы обязательно что-нибудь упустите. Например, вот это очень часто упускают. Так вот. Вы видите союз И и думаете. Когда же мне надо, когда же мне следует поставить перед ним запятую? Конечно же, мне следует поставить перед ним запятую, если первое предложение закончилось. Как я пойму, в первую очередь, что первое предложение закончилось? Я посмотрю, каждый ли раз в каждой части из последующих. У меня есть основа. Я смотрю, здесь есть основа? Есть. Здесь есть основа? Есть. То есть, дальше, вот после этого всего, каждый раз идет новое предложение. А значит, вот это предложение нигде больше не продолжается. Все, оно закончилось. И мы поставили запятую в двойке. Сейчас, когда мы с вами найдем пример, где запятую перед И ставить не надо, вы поймете, о чем я говорила. Ну и так, это если что не И, это четверка, чтобы никто не запутался. Это четверка здесь стоит, в скобочках. Ну и стык союзов, по традиции, вот он у нас. Стык союзов мы разделяем, если первый из союзов может уйти в последующее предложение. Вот здесь у нас что отправилось в предложение под цифрой 3. Что ее вытолкнул дельфин. А здесь союз И отправляется в предложение, что-то тревожное было. Потому что в этом предложении нет союза. Стык союзов мы разделяем знаком, если первый из союзов нужен в последующем предложении. Он нужен. В результате у нас цифры 2, 3, 4 в ответе. Продолжение следует...